Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 17 сентября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Рынок вздохнул с облегчением. Федеральный резерв не подвел и из третьей попытки принял наконец решение, которое все ждали – запустил новый раунд финансовых вливаний в экономику США. Это спровоцировало рост спроса на высокодоходные активы. В результате курс евро-доллара пробил важный психологический уровень 1.30 и на торгах в пятницу продолжил подъем, протестировав к концу европейской сессии новый и четырехмесячный максимум на отметке 1.3168. Здесь рост прекратился, а игроки в преддверии выходных начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку единой валюты. Тем не менее, откат пары на этом фоне оказался весьма незначительным, завершив недельную торговлю вблизи достигнутого максимума на отметке 1.3128. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем новую попытку пары протестировать на пробой максимальный уровень пятницы 1.3168, а затем ожидаем разворот курса единой валюты и ее снижение к ценовым уровням 1.3094, 1.3055 и 1.2998. Возобновление подъема пары может стать актуальным только в случае пробоя уровня предыдущего максимума и закрепления валюты в ценовой зоне над ним, а ближайшей целью подъема станет ключевой уровень сопротивления 1.32. На торгах в пятницу британский фунт вновь укрепил свои позиции по отношению к доллару, реализовав четырехдневную сессию непрерывного роста. На подъеме фунт доллар достиг новый четырехмесячный максимум, зафиксировав его уровень на отметке 1.6255. Драйвером подъема валюты стало резкое ослабление доллара после того, как Федеральный резерв США объявил третий раунд финансового стимулирования американской экономики. В этих условиях существенно упал спрос на краткосрочные облигации США, а международные инвесторы переключились на покупку британских гособязательств и активные операции с высокодоходными рисковыми валютами, что в свою очередь и вызвало агрессивный рост британского фунта. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат пары от достигнутого максимума и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1.6164, 1.6125 и 1.6059. Однако на фоне отсутствия значимых сигналов разворота нельзя исключить и вероятную попытку быков по фунту возобновить восходящее движение. Подъем пары подтвердится пробоем уровня предыдущего максимума 1.6255 и закреплением валюты над ним. В этом случае целью дальнейшего подъема станет уровень 1.6297, после которого вновь ожидаем разворот пары и снижение курса британской валюты к высшеназванным ценовым уровням. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на понедельник. Золото сохраняет достигнутые ранее позиции. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него сейчас является уровень 1.790 долларов. Пробой этого сопротивления вызовет новый подъем металла в направлении 1.800 долларов за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки сейчас находится на уровне 1.764 доллара. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение к целевым уровням 1.753 и 1.737 долларов за тройскую унцию. Уровень сопротивления для серебра не изменился и составляет 35 долларов 64 цента за унцию. Если это сопротивление будет пробито, подъем металла продолжится далее к целевому уровню 37 долларов 20 центов. Уровень поддержки для серебра также остается на отметке 34 доллара 50 центов за унцию. Если котировки преодолеют его, откроется путь к следующей цели – 33 доллара 20 центов за тройскую унцию. В экономической статистике понедельника Еврозона опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за июль месяц. В Великобритании выйдут данные по ценам на жилье в сентябре, а США представят динамику производственного индекса Empire Manufacturing. Кроме того, сегодня США и Франция проведут аукционы по продаже 3, 6 и 12-месячных облигаций по долговым обязательствам правительства. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Forex. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством Bankir.ru, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.